Субтитры создавал DimaTorzok Привет, ребята! Я знаю, вы любите рисовать! Сегодня мы вместе с Машей Васильевой и Софией Заяц будем создавать новые художественные шедевры. Интересно? Тогда начинаем! Ну что, девчонки, чем сегодня займемся? Может быть, есть какие-то предложения? Сказку почитаем? Нет, хорошо, нет. Поговорим о животных? Интересно вам? Да, интересно. А может быть, еще порисуем? Да! Давайте тогда и порисуем, и узнаем что-то новенькое про животных, да? Ребята, присоединяйтесь к нам! Сегодня я предлагаю нарисовать очень интересное животное. Давайте вспомним мультфильм «Венни-Пух». Кто там был? Там был Пятачок, Венни-Пух, кролик и ослик там был. Попробуем нарисовать ослика? Да! Отлично! Ребята, а вы присоединяйтесь к нам. Рисуйте ослика вместе с нами. Так, девчонки, держите листочки. Фломастеры уже стоят. А ну-ка, посмотрите, какой у нас ослик. Веселый, забавный, да? Интересный. А что-нибудь вы знаете про ослика? Ослик похож на лошадь. Да, ослик является родственником лошади, только он немножечко отличается формой, да? Голова у него большая. И он отличается ушами. Уши у него длинные. Как у зайца. Да, как у зайца длинные уши, поэтому когда будем рисовать, не забудем про длинные уши. А что у него с копытами, знаете? Какие копыта? Сильные. Сильные копыта. Несмотря на то, что лапки тоненькие, копыта у него приспособлены для неровной поверхности, да? Для того, чтобы ходить по горам. Ну что, давайте начинать рисовать ослика. Берем карандаши. Вот простой карандаш, еще вот простой карандаш. Держи. Начинаем рисовать как будто пасхальное яйцо. Представим, что это пасхальное яйцо. Так, вот. Так. Ну что, нарисовали яйцо? Так, рисуем побольше. Голова ослика большая. Что мы делаем дальше? Рисуем вот такую вот полосочку. Нарисовали? Так, так, так. Рисуем, рисуем. Ребята, а вы нарисовали? Умнички. Продолжаем. Так, рисуем глазик дальше. Так. Рисуем, рисуем. И, конечно же, не забываем про что еще? Зрачок. Зрачок, конечно же. Рисуем носик. И ротик. Пока мы рисуем ротик, давайте вспомним, чем питается ослик. Как вы думаете? Сонечка. Сено кушает ослик? Да. Кушает, да. Кустарники кушает? Да. Кушает. Что еще есть? Ягоды. Ягоды, точно. Может, кушать и ягодки. Так, нарисовали ротик? Что мы рисуем дальше? Ушки. Про что мы говорили? Длинные, большие уши. Чтобы хорошо слышать. Кто так говорил? Волк. Волк. В какой сказке? Красная шапочка. А зачем он так говорил? Кам. Он притворялся? Крабушкой бабушкой. Он притворялся бабушкой, да, и отвечал. Для чего? Вот тебе такие большие уши. Для чего? Для того, чтобы я лучше слышал. Да, а зубы зачем такие большие? Чтобы тебя съесть. Чтобы тебя съесть. Ослик нас кушать не будет, поэтому продолжаем рисовать ему большие длинные уши. Так, вот такие, прямо как у зайца. Ой, у меня аж не влазят. Да? Не. Представим, что... Ослик завернул, да, свое ушко, вот так. На самом деле, ослики внесли большой вклад не только в хозяйственное развитие, но и в культурное. До сих пор ослы – это популярное животное в развивающихся странах. Они очень выносливые и терпеливые. Представляете, они очень долго могут находиться без воды и без еды. А вы бы могли так? Нет. Машка смогла бы? Нет. Не кушать денек или два? Денек смогла бы. Денек смогла бы? А как же конфеты вкусные? Нет? А каша. А каша вкусная, овсяная, да? Любите кашу? Да. Признавайтесь, любите кашу? Ну, какие молодцы. А как разговаривает ослик? Вы знаете? Да. Как? И-а, и-а. Да, действительно, так и разговаривает ослик. Ну что, мы продолжаем рисовать нашего милого, забавного ослика и добавляем ему туловище. Рисуем овал. Посмотрите, где мы рисуем овал. Получилось? Так, 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 так. Так, отлично, София. Так, Машка. Получилось. Что рисуем дальше? Дальше шею. Шею рисуем шею. Так, шею у нас. Вот тут. Тут шея? Да. Так, убираем ненужные линии. Нравится вам ослик? Да. Как вы думаете, как используется ослик? Помогает он где-то кому-то? Да. Где и кому? В жарких странах как он может помочь? Он может перенести. А у него можно, да, перенести груз, а также на нем ездят как? Верху. Верху, вам запомнили? Да. Именно поэтому он терпеливый и выносливый, но есть у него один единственный минус. Знаете, какой? Да. Он упрямый. Слышали когда-нибудь выражение такое? Упрямый как осел. Сонечка, а что значит это выражение? Упрямый как осел. То, что человек упрямый очень сильно. Это значит, допустим, вы меня что-то попросите, да? Скажите, Ангелина, давай нарисуем ослика. Я скажу, не хочу сегодня рисовать ослика, не буду рисовать ослика, сами рисуйте. И все, вы меня никак не уговорите. Так и ослик может остановиться, если он устал. И все. Его никто не сдвинет с места. Почти. Но на самом деле, если вдруг вы увидите в жарких странах, что ослик везет тяжелый груз, и вам покажется, что жалко его, да? На самом деле, он, если ему тяжело, если он устал, он остановится и передохнет. Да? Да. Так, продолжаем. Что рисуем дальше? Ножки. Ножки. Рисуем ножки. Так. А можно миленькие ножки? Конечно, можно. Вот такие ножки нарисовали. Раз. Сколько ножек? Лапок. М? Три. Две. Четыре. Четыре, конечно же. Так, нарисовали. Вот так. И не забываем про что? Про хвостик. С чем? С красивой, милой кисточкой. Вот такой вот, да? Ангелина, а давай мы разукрасим ослика, чтобы он был еще красивый. Красочный, да? Отличная идея. Только давайте разберемся, в какой цвет будем разукрашивать нашего ослика. Черный, коричневый и серый. Да, ослики бывают либо черненькие такие, да? Либо серые, бежевые, коричневые, да? Угу. Отлично. Какие по характеру ослики? Заботливы? Да. Да. Ослицы очень заботливые мамы. А маленькие ослинки, да, бегают вокруг и играются. Поэтому... Все дети любят поиграться. А во что вы любите играть? В прятки, в догонялки. Я люблю очень догонялки. И в щуку. Ой, ничего себе, а что это такая за игра, щука? Щука это такая игра, где нужны турники. Один человек с закрытыми глазами должен догнать кого-то, да? Да, догнать и сказать, кто это. Очень интересно. А можно пить ослиное молоко? К сожалению, в наше время мы вряд ли встретим ослиное молоко на полках в магазине. Но в древности оно очень часто использовалось, точно так же, как и верблюжье молоко. А в наше время ослиное молоко используется в косметических целях. Ослики могут жить до 30 лет. Это очень много для животных. Да, на самом деле это достаточно долго. А где можно еще в мультиках встретить осленка? В шуровеке. В шуровеке, да, можно встретить. И как мы уже сказали, в вене-пухе. А еще вы знали, что у ослов очень развито чувство самосохранения? Вы знаете, что это? Нет. Самосохранение это те действия, которые выполняют животные, когда чувствуют опасность. То есть как человек. Если он испугался чего-то, то он сразу же что? Убегает. Убегает, да, действительно. Ну что, закончили своих косленков рисовать? Да, почти. Будем показывать телезрителям, что получилось? Давай, Сонечка, покажем, что у тебя получилось. Как красиво. Такие ушки милые у тебя получили. Отлично, умничка, Сонечка. Так, посмотрим, что получилось. Ой, как ярко, красочно. Это девочка. Да, я заметила. По бантику и ресничкам, да? Да. Теперь у нас есть три друга осла. Можем придумать им имя. Попробуем? Да. Так, Машка, как твоего было назвать? Зефирка. Зефирка. А твоего? Джесса. Джесса. Интересно, а моего как назовем? Давайте назовем моего. Гоша. Гоша? Ну, будет у нас Гоша. Тоша. Тоша или Гоша или Тоша. Отлично, девчонки. Ну, что мы сегодня с вами научились рисовать осла. Узнали немного интересного иного про него. Что вам больше всего понравилось, Машка? Мне понравилось само... Самосохранение. Ты узнала, что такое самосохранение. Запомнила? Что это? Да. Это действие, которое выполняет животный или человек... Когда испугается. Да, когда чувствует опасность. А тебе, Сонечка, что больше всего понравилось? Тоже само... Угу. А запомнили, чем питается лосик? Да. Да, чем? С ягодами. Угу, с сеном, ягодами. Растительностью, да? Да. Хорошо, запомнили. Ну, что, дорогие друзья, мы надеемся, что вы рисовали вместе с нами. Поэтому обязательно присылайте нам свои рисунки по адресу, который вы видите на своем экране. Лунный свет крадет у тьмы владенья. Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова